Доброе утро! Продолжим. Вчера в интернете наткнулся на информацию о том, что Стив Джобс всегда классно выступает, представляя новые продукты. И человек, который ввел этот видеоролик, я фамилию его сейчас не помню, итальянская фамилия, американец, он автор многих книг. И у меня есть одна из его книжек, которая называется «10 простых уроков коммуникации». О том, как правильно и грамотно выступать. И там одна из глав его о том, называется так, «В чем фишка?» Он пишет, что когда он был молодым журналистом, то редактор в газете, в которой он работал, требовал от своих подчиненных, чтобы они точно осознавали, в чем фишка материала, в чем суть, в чем изюмин, в чем главное содержание, где мясо, мясо. То есть человек, который дает информацию, должен хорошо понимать и тремя-четырьмя словами короткими выразить суть. Если он этого не понимает, его информация, его послание нахрен никому не нужно. Размазня, которая никакого влияния на людей не оказывает. Ты сам должен это понимать. И вот я слушал Стива Джобса и вдруг понял, вдруг подумал, а в чем фишка? В чем фишка того, что я веду видеоблог? В чем фишка? И я думаю, вот что. Во-первых, мне Бог сказал вести видеоблог. Я в последнее время делаю только то, что он говорит. А то я уже ничего не планирую, сам на себя не полагаю. Просто делаю то, что он говорит, и все. И знаю, что всегда буду успешен. Дело в том, что у меня есть, что сказать в смысле поделиться. Мне 60 лет, и я уже как бы кое-что поднакопил, и у меня есть опыт. И он не всегда был такой. Опыт всегда полезен. Мои года говорят, мое богатство, но у меня был период, когда я вам рассказывал, у меня была страшная депрессуха. У меня было очень тяжелое состояние, потому что я занимался бизнесом, а не мог преуспеть. У меня не было успеха, денег. Не было признания, наград. И я искал. И слава богу, на моем пути встретился человек, который рассказал мне о том, что существует Бог, что он живой, реальный, что если к нему обратиться, то он поможет. И я стал смотреть видеокассеты, которые мне подбрасывала эта женщина. Стал читать разные книжки. И постепенно у меня сформировалось, что да, действительно, может быть и правда. И во-первых, тогда я был, собственно говоря, готов схватиться за все, что угодно. Так вот, фишка в том, что я воспользовался этим шансом. Я выбрал в это поверить. Я выбрал поверить в то, что существует Бог, что он пришел в этот мир, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком, как написано в Библии, вот в этой Библии, которую я вот с собой уже 5 лет нашел. И в один из дней воскресных я не поехал домой, в Симферополе, где я работал, в Севастополь, а пошел искать эту церковь. И я ее нашел, сел на последнем ряду, и проповедник, молодой какой-то проповедник, рассказывал что-то об Иисусе Христе, о Боге, и потом вдруг стал говорить, а если ты хочешь спастись, не пойти в ад, а если ты хочешь иметь будущность и надежду, а если ты хочешь преуспевать, а если ты хочешь избавиться от своих тяжких грехов, которые тебя угнетают, и ты не в свободе, если ты хочешь мира и покоя, если ты хочешь твоя семья, короче говоря, если ты хочешь другой новой жизни, вперед, иди сюда. Хотел ли я? Хотел. Я бегом побежал. Я выбежал, и вдруг этот парень, молодой, проповедник, встал на колени, и начал молиться горячо. Он молился, я за ним повторял, и он просил Бога, чтобы тот принял меня, свою семью. И я заплакал. Это было 6 марта 2005 года. Я заплакал. Я увидел всю свою жизнь, как бы. Я понял, что я попал в нужное место, что со мной что-то произошло. Я родился заново. Я родился от Бога. Заново. Да и потом уже осознал, читая Библию и познавая истину. И в моей жизни начались действительно перемены. Через месяц примерно я лежал в Алуште в своей квартире, которую я снимал, и читал Библию. Читал Библию. Я не мог спать, потому что у меня была аллергия, я захлебывался. И вдруг Библия исчезла. Она была, и вот нет. И вместо Библии я стою на балконе у себя дома, почему-то в Севастополе. Лето. По пояс голый. И вижу, смотрю на облака, и вижу облака, огромные черно-темно-синие облака. И я понимаю, что в них благословение, отбо, награда какая-то. И в этих облаках деньги, успех, финансы, процветание, что-то такое. И я это понимаю, и первые капли дождя, кап, кап, я физически чувствую их. И я говорю, Олег, ты посмотри, что делается. И Олег тут оказывается. И мы вдвоем смотрим, сын мой, и мы смотрим на это, и понимаем, что на нас пришло благословение. Я потом стал спрашивать у людей, вдруг раз все это исчезло, и опять лежу в кровати и читаю Библию. Мне сказали, что это видение, Бог открыл тебе будущее твое. Хорошее будущее, думал я. Через некоторое время пришел в бизнес, привел его в бизнес, компания наша. Мой сын же рассказал мне, я немножко позапротивлялся и взялся. Я ленивый, я вялый, я очень тяжело, тяжело на подъем, и я, если работал, то только выворачивая себе жилы, потому что меня понуждал к этому род долги. А здесь я просто выполнял то, что мне говорилось. Это был просто полет. Через 20 дней я уже получал 100 долларов в день чек. Через, ну, короче говоря, я получил встал кучи денег, просто кучи, тысячи долларов в день. Мне говорят, вот есть инвестиционная программа, ты можешь квартиру купить. Я говорю, да ладно, Бог говорит, давай действуй. Действуй, быстро действуй. Я начал. Через 8 месяцев у меня уже была квартира. Через 5 месяцев я уже за нее рассчитался. Через год я уже взял вторую. И вот сейчас у меня две выплаченные квартиры. Вот она реальная. Вот она фишка в черт. Вот что говорить. Вот этим я хочу поделиться. Смотрите. Вот. Смотрите. Вот же написано. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, не имели с избытком. Скажите, разве это не избыток? Конечно, можно и лучше, и будет лучше, но разве это не избыток? Вот. За 3 года трехкомнатная квартира. И еще одна двухкомнатная. Вот улица. Варна. Это моя улица. Самый центр города. Вот это моя машина, кстати, стоит. Выехать не могу. Дороги замело. Глобальное потепление в Европе. Вот. Балканская страна. Вы понимаете это или нет? Вот она, в чем фишка. Если ты будешь верить Богу, тому, что Он говорит, с тобой начнут происходить чудеса, как со мной. И я не могу просто взять и об этом промолчать. Конечно, можно стесняться. Можно об этом умалчивать. но это правда. Так со мной произошло. Хочу я этого или нет, но это правда. И теперь, и теперь, каждый день на этом видеоблоге я буду реализовать вот эту самую фишку. Я буду вам рассказывать, что со мной произошло. Просто рассказывать свою историю. А вы что хотите с этим, то и делайте. Этот видеоблог сделает людей успешными. Потому что появляется возможность поделиться тем, что мы имеем. А мы каждый что-то имеем. Делайте это, и у вас будет успех. До встречи завтра. Ждите меня. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...